Всем привет! Сегодня, как и обещал, дело в видео по сборке одного из контроллеров, который получил на этой неделе. Собирать будем простейший мультивибратор-мигалку. Вот здесь я привел его схему. В комплекте у нас была готова печатная плата с указанием всех элементов. Два транзистора S9014, два конденсатора электролитические 22 мкФ, 25 Вольт, два светодиода и четыре резистора двух разных номиналов. Также в комплекте был разъем для подключения питания. Резисторы у нас два штуки по 30 кОм и два штуки по 510 Ом. Все элементы обозначены на печатной плате для быстрой сборки. Но при детальном осмотре вот этих обозначений вылезла небольшая ошибка. Здесь указано четыре резистора и все они обозначены как 30 кОм. В комплекте были два резистора по 30 кОм и два резистора по 510 Ом. Как определить какой резистор куда устанавливать? Очень просто. Заходите на сайт интернет-магазина assistation.com, вбиваете название данного комплекта и находите описание к этому конструктору. В описании будет правильная принципиальная схема с указанием всех номиналов. Здесь видно, что R1, R4 у нас 510 Ом и R2, R3 это 30 кОм. Также смотрим нашу печатную плату. Находим резисторы R2, R2, R3 они у нас по 30 кОм и R1, R4 будут по 510 Ом. Еще одно замечание к обозначениям. Здесь видим два отверстия под установку разъема питания и не указано где плюс, где минус. Как определить минус, плюс тоже достаточно легко. Смотрим принципиальную схему и видим, что эмиттеры обоих транзисторов уходят на минусовой контакт. Вот он здесь обозначен. Нам на печатной плате достаточно определить одну дорожку, которая здесь указана по схеме. Это общая дорожка двух эмиттеров и разъема питания. Определяется тоже достаточно легко. Смотрим наши транзисторы. Вот они обозначены. Q1, Q2. Три отверстия одного транзистора, три отверстия другого. И два отверстия под установку разъема питания. Нам нужно найти общую дорожку, которая объединяет два транзистора и разъем питания. Тоже достаточно легко сделать. Перевернули и визуально посмотрели, куда идет общая дорожка. Ну и видим, что с транзистора идет дорожка на разъем питания. Это у нас будет минусовой контакт. Соответственно, плюсовой он уходит дальше на схему, на резисторы. А здесь у нас объединяется эмиттер одного транзистора, питание, разъем питания, минусовой контакт. И общая шина, она уходит вот на эмиттер второго транзистора, вот здесь. Эти две дорожки уходят тоже на конденсаторы, на остальные компоненты. То есть, минус у нас будет с левой стороны, а плюс будет с правой. Переворачиваем плату, минус у нас будет справа, плюс будет слева. По схеме, думаю, тут все должно быть понятно. Ну и в принципе, можем приступать к сборке. Для сборки схемы нам потребуется припой. Я буду использовать флюсосодержащий припой, чтобы не использовать канифоль. Также потребуются кусачки, чтобы отрезать длинные ножки. Паяльник и какой-нибудь зажим, чтобы держать плату во время пайки. Я буду использовать такой вот на подставке. В принципе, можем перейти к процессу сборки и в конце посмотрим, что у нас получится. Итак, паяльник у меня уже разогрет. Температура на паяльнике выставлена 385 градусов. И можем начать устанавливать компоненты. Первым делом мы установим все резисторы. Дальше установим светодиоды, конденсаторы. И в конце уже запаяем два транзистора и разъем для питания. И в конце уже запаяем. обрезаем длинные ножки чтобы они нам не мешали и переходим к установке следующих компонентов чтобы они нам не мешали Установили 4 резистора, теперь установим 2 светодиода и 2 конденсатора. Продолжение следует... Так, устанавливаем 2 конденсатора и останется там пару деталей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...